МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насколько эта тема актуальна для Чуваши? То есть предыдущий год, год борьбы с сердечно-сосудистыми, понятно. А легочные заболевания, заболевания органов дыхания? Ну, нужно сказать, хороший вопрос. Год борьбы с заболеваниями органов дыхания был объявлен по Министерству здравоохранения как продолжение года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Понятно, что, во-первых, невозможно достичь большого снижения смертности за один год. Это только обозначение приоритетов и обозначение каких-то направлений действия. Что касается болезни органов дыхания, они на сегодняшний день фактически занимают, можно сказать, второе место по заболеваемости. То есть фактически каждый человек в какой-то степени подвержен заболеваниям органов дыхания верхних дыхательных путей. То есть это все ОРЗ, ОРВИ, все пневмонии, все гриппы. Все относятся вот к этой большой группе. Хронические обструктивные болезни легких. А вот как раз хронические обструктивные болезни легких – это очень взаимосвязанные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И поэтому, когда мы видим такую высокую заболеваемость органов дыхания, конечно же, мы должны обозначить перед собой приоритеты, что делать, чтобы заболеваемость снизилась. Второе – это, конечно же, смертность. Смертность от заболеваний органов дыхания на сегодняшний день стоит на четвертом месте в структуре смертности после сердечно-сосудистых, онкологических, внешних причин. И дальше идут заболевания органов дыхания. То есть, как правило, это пневмонии, как правило, это тяжелые внебольничные пневмонии. Это заболевания как раз хроническая обструктивная болезнь легких. Поэтому, видя все эти цифры, конечно же, мы должны были принять для себя какие-то, скажем так, управленческие решения для того, чтобы расставить приоритеты, обозначить план действий для пациентов, для врачей, для организаторов здравоохранения, в каком направлении двигаться. То есть, насколько я понимаю, алгоритм, он уже опробован в предыдущие годы. То есть, все то же самое, только меры будут, наверное, немножко другого характера. На что, в первую очередь, вы, как врачи, намерены обращать внимание? В первую очередь, это, конечно же, профилактика, ранняя диагностика и приоритет к формированию здорового образа жизни. Не секрет, что на заболевания органов дыхания очень большое внимание уделяется, или, скажем так, большое значение влияет курение. То есть, мы уже который год подряд ведем борьбу с курением. То есть, у нас разработана целая программа. У нас есть закон, принятый по ограничению курения, по ограничению продажи табака. То есть, все эти меры есть. Они имеют свое рациональное зерно, и они имеют свой положительный результат. То есть, количество курильщиков стало меньше. Следующее большое направление – это ранняя диагностика заболеваний органов дыхания. То есть, это, опять-таки, что? Это центр здоровья, это диспансеризация. То есть, это раннее проявление или выявление заболеваний благодаря рентгену легких, рентген-диагностике, флюорографическое исследование. Это тесты на дыхание, которое проводится в центрах здоровья. То есть, это определение жизненной емкости легких. То есть, это все для того, чтобы показать человеку, что у тебя здесь не все спокойно, не все, в общем-то, нормально. И рассказать ему, что нужно делать для того, чтобы заболеваний было меньше. Или на ранней стадии его лечить. Следующее очень большое направление, сегодня, которое начинает развиваться и принимает все больше оборота – это вакцинация. Вакцинация от пневмококковой инфекции. И если на сегодняшний день дети включены в так называемый национальный календарь прививок, и у нас дети, начиная с первого года жизни, прививаются от пневмококковой инфекции, и мы видим уже результаты, то есть, это снижение заболеваемости пневмонии именно у детей. Но у взрослых пока эта вакцина не включена в национальный календарь прививок. Но, опять же, с прошлого года мы приняли решение, за счет средств республиканского бюджета была приобретена эта вакцина, и мы начали вакцинацию в основном лиц старшего возрастного периода. То есть, это, как правило, ветераны, лица старше 70 лет, лица старше 80 лет, у тех, у которых идет сочетание сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний легких, и вакцинируя их от пневмококковой инфекции, мы добились, в том числе, снижения сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году эта программа была продолжена, и, в принципе, с каждым годом мы надеемся, что будут наращиваться обороты, и вакцинация от пневмококковой инфекции будет все больше. К этому же нужно сказать и вакцинацию против гриппа. Тоже мы помним, 10 лет тому назад, когда мы практически не вакцинировались, то какая была заболеваемость, и какая была смертность. В этом году в Чувашской республике практически был провакцинирован каждый третий человек. И, несмотря на ту большую эпидемию, которая обсуждалась очень широко в этом году в России, мы прошли очень спокойно. То есть, Чувашская республика, в принципе, не наблюдала большого всплеска. У нас не было таких тяжелых осложнений, как было, собственно говоря, по всей стране. Мы считаем, что это все благодаря вакцинации. Но, кстати, приходилось слышать, что очень много больных именно с пневмонией в стационарах. Ну, это понятно. Все познается в сравнении. Мы же берем статистику. Мы берем статистику прошлых лет, мы берем статистику сегодняшнего дня, и мы говорим еще о ранней госпитализации. То есть, мы говорим о выявлении этих пациентов и о ранней госпитализации их в стационарах. Если раньше они больше лечились на дому, то есть, приходил участковый врач, выписывал там лечение, и они оставались на дому, то вот буквально последние два года тактика такова, что как можно быстрее всех в стационар, и уже в стационаре мы будем принимать решение. И вот это вот как раз следующее направление, так называемые организационные меры для организаторов здравоохранения. То есть, правильно выстроить маршрут, привести пациента в то лечебное учреждение, где есть вся диагностическая аппаратура, где есть вся дыхательная аппаратура, где достаточное количество, ну, скажем так, современных лекарственных препаратов, и где вот можно сегодня провести качественное обследование, лечение, и своевременно, и более быстро поставить пациента на ноги. – Алла Владимировна, как можно проявить инициативу вот человеку, взрослому, ответственному, который очень серьезно относится к своему здоровью? Куда он может обратиться, помимо диспансеризации, ну, допустим, не его ГОТО? – Я думаю, что это Центр здоровья. То есть вот уже в течение пяти лет работает эта программа Центр здоровья, и они как раз были направлены на выявление факторов риска и, скажем так, обследование здоровых пациентов. То есть каждый пациент, который считает себя совершенно здоровым, может прийти, там есть определенный перечень, как раз вот выявление факторов риска, предзаболеваний. То есть и в любом, пожалуйста, есть Центр здоровья для взрослых, есть Центр здоровья для детей. То есть пройти вот это вот минимальное, скажем так, обследование, выявить фактор риска, а если что-то уж выявится, дальше предложат пройти диспансеризацию или более углубленное обследование. – Вот в прошлом году было очень много сил потрачено на, ну, так скажем, на привлечение внимания к проблеме, на то, чтобы заставить людей как-то посмотреть на это другими глазами, посмотреть на себя повнимательней. Вот тот же самый сосудистый патруль, который подкарауливает тебя в торговом центре, меряет давление и говорит, что вам пора. В этом году будет что-то аналогичное? – Будет, не только будет, а мы планируем расширить эти акции и расширить вот привлечение пациентов внимания к своему здоровью. То есть это так называемое воспитание приверженности к лечению и приверженности к тому, чтобы быть здоровыми. Потому что ведь не секрет. То есть раньше выявил, вылечил и проблем не будет. И в то же время еще и научить пациента жить с этими факторами риска, своевременно обратиться к врачу, если что-то где-то закололо или что-то где-то там дышать стало не так. То есть своевременно приходите, проведем лечение, диагностику. И ведь дальнейшее, опять-таки, когда пациент выходит из лечебного учреждения, ему прописывают лекарства. Ну, давайте будем честными, далеко не все выполняют предписания врача. Кто-то лекарство оставляет в сторону, причем не всегда это связано именно с финансовыми проблемами, а кто-то просто. Я не буду пить там три вида препаратов, потому что они влияют на печень. Ну, еще чаще бывает, когда вроде бы попил, помогло, вот уже и не надо. Или так, потому что, ну, вот если будем говорить там о тех же инсультах, о тех же инфарктах, там главный фактор развития этих заболеваний – это артериальная гипертония. Опять-таки, что говорят врачи? Таблетки надо пить, независимо от того, снизилось у вас давление или не снизилось. То есть, если давление повысилось, таблетки нужно пить пожизненно, что говорят наши пациенты. То есть, у меня давление нормализовалось, я больше не буду кушать таблетки, потому что они влияют на печень или там еще, и так далее, и тому подобное. То есть, вот это вот неправильное заблуждение, то есть, которое мы должны тоже переломить. А на это действуют школы здоровья. То есть, школы здоровья, то есть, школы пациентов, которые вот как раз рассказывают о приверженности к здоровому образу жизни, к приверженности проходить диспансеризацию, проходить там обследование, то есть, для того, чтобы все делать своевременно. Алла Владимировна, лекарственную тему вы сами затронули. Буквально на днях вышел обновленный список препаратов жизненно необходимых, важных. Там, насколько я знаю, есть изменения. Вот насколько они радикальны? Они не особо радикальны. То есть, было просто проанализировано то количество препаратов. То есть, внесли в список 42 новых наименования. То есть, по большому счету, расширили этот список, поскольку посмотрели по тому необходимому перечню, который назначается более часто, и который необходим для лечения пациентов. Его привели, скажем так, к тому состоянию, которое на сегодняшний день удовлетворяет всем потребностям. Потребностям пациентов, фармацевтической промышленности. То есть, вот поэтому это произведено. То есть, хорошее дело было сделано для пациентов. Владимир, в прошлом году неоднократно, и мы сами участвовали, проводились рейды по обсекам, как раз мониторили цены на лекарства. Как сейчас обстоят дела? Насколько вообще вот за прошлый год ситуация изменилась? Насколько стало все сложнее или наоборот вернулось, как-то устоялось? Ну, на сегодняшний день можно разделить эту проблему или вообще этот вопрос на несколько частей. Если вот мы сейчас говорили о перечне препаратов ЖНВЛП, то здесь все контролируется государством. Если на сегодняшний день сюда входит порядка 640 наименований, то вот эти 640 международных, не патентованных наименований, они полностью контролируются цены государством. Контролируется наценка, контролируется отпускная цена. То есть, здесь полный контроль государством. Но если мы с вами посмотрим сегодня весь перечень лекарственных препаратов, которые есть у нас в аптеках, это более 8 тысяч. То есть, фактически контролируется только, ну, почти десятая часть. То есть, а вот эти 8 тысяч отконтролировать, ну, мы сами с вами понимаем, в общем-то, невозможно. И если говорить в целом, то по мониторингу и по Росстату и по Чувашской Республике рост цен произошел в прошлом году порядка 22-23%. То есть, казалось бы, это колоссальный скачок цен с учетом инфляции очень большой. Конечно, есть препараты, которые практически остались не в высоком росте. То есть, это вот те же препараты ЖНВЛП. Есть препараты, которые значительно увеличились. Здесь, опять же, это и приверженность пациентов иногда приобретать кому-то модные препараты. Кто-то считает, что импортные, более, ну, скажем так, качественные, более действенные препараты. То есть, это далеко не всегда так. Ну, нужно отдать, скажем так, честно признать, что значительно возросли в цене препараты, скажем так, дешевого сегмента. То есть, есть отдельный мониторинг, это препараты до 50 рублей. И поэтому, естественно, если препарат стоил, допустим, 10 рублей, а стал стоить 20 рублей, то рост в 100%, то есть в два раза. Поэтому, а если препарат стоил там, ну, 100 рублей, стал 110 рублей, то вроде как рост всего на 10%. То есть, вот эта вот динамика роста цен, она, конечно, в каждом диапазоне, в каждом ценовом отрезке, она очень разная. Но, опять же, если разделить вот это все на, есть препараты, которые мы покупаем для амбулаторного сегмента, там рост вот по нашей Чувашской республике не превысил, вот в ценах же на ВЛП, не превысил 10%. То есть, точнее, если говорить, это 7,1%, где-то по ПФО и по Российской Федерации, где-то 8,5-9-10%, то есть до 10%. Если говорить о препаратах госпитального сегмента, то есть это то, что мы закупаем для стационаров, для лечения стационара, то здесь у нас вообще произошел рост всего лишь на 4,5%. Вы спросите, почему? Потому что, во-первых, мы централизовали все закупки по всем больницам, закупка идет одним, скажем так, большим лотом, и, естественно, цены сразу падают, и закупка идет один раз в полгода. То есть фиксированная цена, поэтому, конечно, раз в полгода, то есть вот на полгодие закупаются препараты, поэтому, естественно, такого колебания цены нет. То есть фактически все лекарственные препараты в едином диапазоне, во всех лечебных учреждениях одинаковой цены, то здесь проблем, собственно говоря, нет. Так что поэтому вот в данном случае, если разделить эту проблему на составляющие. Алла Владимировна, ну все равно есть лекарства дорогие, есть лекарства очень дорогие, есть лекарства очень дорогие и производимые только за рубежом. Вот в частности, допустим, для, если уж мы говорим о легочных заболеваниях, для астматиков. То есть это не дешевое удовольствие. Если вы говорите о препаратах так называемого льготного сегмента, то для пациентов-льготников вообще ничего не изменилось. То есть более того, в прошлом году вот в рамке плана антикризисного, который был принят правительством Российской Федерации, было дополнительно выделено в регионы 16 миллиардов рублей для как раз вот нивелирования этих цен. И мы в республику получили только из федерального бюджета плюсом 71 миллион. И поэтому те медикаменты, которые мы закупали для льготников, они были закуплены в полном объеме, в том же перечне, который закупались и в 2014 году, и льготники не почувствовали отсутствие лекарственных препаратов на наших прилавках. Ну, может быть, были какие-то незначительные колебания, там, ну, отсроченные, может быть, на 10 дней, может быть, там, на неделю, но это единичный случай, конечно, нельзя сказать, что все было идеально. То есть, да, наверное, это было. Но мы гарантируем, что все... Скажи так, меньше они не стали получать этих лекарств? Нет, меньше они не стали получать. То есть средняя стоимость рецепта более того даже возросла. Количество льготников, которые не отказались от набора социальных услуг, то есть мы же знаем, что у нас от количества инвалидов, то есть всего лишь было 17% те, которые пользуются льготными лекарственными препаратами. То есть вот этот набор социальных услуг в этом году их уже стало 18,8%. То есть это говорит о том, что, в принципе, доверие вот этой льготной категории граждан к лекарственному обеспечению, оно выросло. То есть цифры говорят сами за себя. Почему раньше люди отказывались? Потому что были перебои, потому что не было препаратов, потому что сложно было их получить. То есть это все было. Потом были ограничения по выписке, то есть там рецепт действовал всего лишь 10 дней, и нужно было там каждые 10 дней ходить к врачу. Сегодня эти ограничения сняты. То есть есть препараты, которые мы можем выписывать на 3 месяца. То есть все препараты, которые есть в перечне, они в достаточном количестве. То есть пациенты поверили. Естественно, пациенты возвращаются за льготой, которая сегодня есть. И поэтому, естественно, им сегодня выгоднее получать эти препараты по льготной цене или, скажем так, по бесплатным рецептам, нежели вернуть деньги и покупать эти препараты в аптеках. Поэтому сегодня мы видим реальный, скажем так, возврат льготников. И нас это очень радует. Ну что ж, Алла Владимировна, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была министр здравоохранения Чувашской республики Алла Владимировна Самойлова. Всего доброго и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши.